Мать и Дитя А вот здесь ребенку нет еще и двух дней от роду. Помогает медсестра, молодая мама. И мамы и дети чувствуют себя превосходно. И заслуга это в том числе Руслана Гарифулина, врача, акушера-гинеколога, который работает здесь с момента открытия этого центра. Здесь почти за три года появились на свет уже 2000 малышей. Руслан написал вопрос, текстовый вопрос на сайт прямой линии с президентом. Сейчас есть возможность задать его лично. Руслан, вам слово. Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я 15 лет работаю в роддоме, врача-аккушера-гинеколога. За это время я успел заметить периоды... Прошу прощения, извините, пожалуйста, студия. Мне вот коллега подсказывает за спиной бокс, который за нами сейчас туда зашел. Это молодой отец, у которого появился ребенок, правильно понимаю? Да, да, совершенно верно. Меня Артем зовут. Это мой второй ребенок. Вот он буквально 20 минут назад появился на свет. Сразу мне его дали на руки. Жена пока в реанимационной палате. А мы знакомимся, так скажем. Воловались как в первый раз или вылеглось уже? Ну, вы знаете, волнение, наверное, было меньше уже, чем в первый раз. Но все равно было волнительно достаточно. Мальчик-девочка? Мальчик, второй мальчик у нас. Здорово, поздравляем вас. Рост, вес? 3,854 сантиметра, да. Имя уже выбрали? Да, Михаил. Михаил Артемович он у нас. Михаил Артемович, потрясающе. Можете нам показать? Он спокойно спит сейчас, наверное. Нет, он уже старается глазки открывать. Ему все интересно уже. Мишенька. Спасибо, поздравляем вас еще раз. Поздравьте от нас ваши супруги. Не будем больше вас отвлекать. Спасибо большое. Наше поздравление. Ну, а мы возвращаемся к нашему вопросу. Руслан, прошу прощения, что вас прервали. Можно повторить вопрос? Это прекрасный повод для того, чтобы тебя прервать. Это очень прекрасное событие. Я продолжу, Владимир Владимирович. Вопрос такой. Вот за эти 15 лет моей работы, я заметил и периоды снижения рождаемости, и повышения последних 7-8 лет. Но сейчас мы реально опасаемся того, что эта рождаемость будет снижаться, как отголосок падения рождаемости 90-х годов. Просто физически женщин, которые готовы рожать сегодня, их стало меньше. В этой связи вопрос такой. Будет ли продолжена заканчивающаяся в 2018 году программа медицинского капитала? Будет ли она продолжена в последующем? И будет ли она встаняться на рождение третьего и последующих детей? И еще наша пациентка, естественно, волнует вопрос детского пособия по уходу за ребенком, по достижению им полуторагодовалого возраста, которое сейчас, к сожалению, составляет, прямо скажем, жалкие 50 рублей. Мне кажется, это мизерная сумма, и будет ли что-то меняться в этом плане. Спасибо. Ну, прежде всего, хочу поздравить Михаила Артемьевича, его папу и маму с рождением, а его самого с появлением на свет Божий. Это большое событие в семье, и мы желаем всего самого доброго, счастья и родителям, и ребенку. Теперь по поводу демографических проблем. Действительно, мы многое сделали для того, чтобы демографические тенденции приобрели у нас устойчивый, позитивный характер и добились реального, серьезного результата. У нас рождаемость растет темпами, которых нет сегодня, скажем, в европейских странах. И это, когда я об этом говорю, то мои коллеги, многие удивляются и, честно говоря, искренне радуются этому. Но что бы я хотел сказать о тенденциях. Самый большой ущерб с точки зрения демографического развития, с самым большим ущербом страна столкнулась во время Великой Отечественной войны. В 43-м, 44-м годах, в 43-м году у нас снижение рождаемости по сравнению с предыдущими довоенными годами было на 60%. В стране, если иметь в виду РСФСР, родилось тогда не больше 1 миллиона детей. А вот в 90-х годах у нас произошло событие очень тяжелое. У нас родилось 1,2 млн. По сути, это сопоставимо с потерями в Великой Отечественной войне с точки зрения демографического развития. То есть, где-то снижение было на 50 примерно процентов. Правда, мы должны иметь в виду, что это в том числе было и отголоском времён Великой Отечественной войны. Но плюс наложилось ещё и распад Советского Союза, крушение социальной системы, падение жизненного уровня людей и так далее. Огромная безработица. Всё это сложилось, и у нас получилось вот такое катастрофическое падение рождаемости. И оно повторяется каждые 25 лет. Вот в войну это произошло, 25 лет. В принципе, и так должно было быть снижение в середине 90-х. Но плюс ещё наложился распад Союза и всё, что с этим связано. И мы провалились вообще чуть ли не на уровень потерь во время Великой Отечественной войны. Теперь что получилось? Получилось, что у нас количество молодых людей, прежде всего женщин молодых в фертильном возрасте, как говорят специалисты, в возрасте детрождения, оно сократилось. И существенно. Вот сейчас в этот период, когда можно стать мамой, отцом вступает поколение как раз 90-х годов, молодых женщин от 20 до 29 лет у нас становится меньше на 34%. А женщин до 38-39 лет меньше на 25%. А вот женщины небольшим до 40 лет продолжают рожать. Дети появляются на свет здоровые. Слава Богу, медицина вам за это большое спасибо. Медицина помогает. Но это всё-таки снижение колоссальное. Просто меньше становится людей, которые могут рожать. Нам нужно, безусловно, что-то сделать для того, чтобы мы не попали в большую яму. Что? Ну, во-первых, у нас уже есть отработанные механизмы. Один из них, вы сейчас вспомнили, это материнский капитал, так называемый. Кстати говоря, свыше 7 миллионов семей, больше 7 миллионов матерей получили этот капитал уже, и почти половина им уже воспользовалась. Это первое. Второе, у нас введены выплаты за третьего ребёнка в регионах сложной демографической ситуации. После этого сразу на 37% рождаемость там выросла. Понимаете, результат. У нас наши меры дают результат. Конечно, это очень затратные меры. Но когда мы говорим о людях, о наших гражданах, это будущее страны. Здесь нужно всё внимательно рассчитать. И нельзя, конечно, разбрасываться деньгами, но жадничать здесь тоже нельзя. Поэтому нам нужен целый набор мер. Он может быть разным. Это продление материнского капитала в той или иной форме. Либо в том виде, в каком он есть сейчас, либо как-то в виде изменённого. Нам нужно подумать о том, как стимулировать рождение первого ребёнка у молодых мам. И, может быть, что-то им добавить. Почему им? Потому что это молодые люди, которые ещё на ноги не встали. Им нужна поддержка. Надо подумать на тему о том, как стимулировать рождение второго, третьего ребёнка у более взрослых мам. За 30 лет и больше. Для всех... Вот мы сейчас решили вопрос более или менее с детскими садами. Для детей от 3 до 7 лет. Это, кстати, тоже позитивный элемент с точки зрения социальной политики у нас в стране за последний год. На 90, по-моему, 80 с лишним процентов у нас закрыта проблема. Закрыта проблема на 90, 80 с лишним процентов по местам в детских садах. Но если и нет, а для молодых мам, которые не хотят выпасть из своей профессии, либо хотят приобрести профессию, если нужны. Программа нужна отдельно. Здесь нужен целый набор мер. Вот прямо сегодня у нас, честно говоря, запланирована такая встреча с правительством, будем обсуждать. Я не хотел бы сейчас преждевременно говорить о том наборе, который будет предложен. Но он будет предложен. Мы это сделаем. Продолжение следует...